В Алматинской области несколько часов назад вынесли приговор по резонансному нападению на зону отдыха. ЧП произошло два года назад. Следствие длилось почти восемь месяцев. Еще год материалы рассматривали в нескольких районных судах. Потерпевшая сторона заявляет, в ходе разбирательства дело неоднократно переквалифицировали с покушения на хулиганство. Сегодня в запутанной истории поставили точку. Болжанопсиитов знает все детали. Дело о перестрелке на базе отдыха в Алматинской области начали рассматривать еще в мае прошлого года. Тогда на скамье подсудимых оказалось сразу шесть человек. Чуть позже правоохранители задержали еще троих. Всех подозревали в дерзком нападении на турбазу. Но сегодня осудили по статье хулиганство. Приговор они заслушали, будучи в изоляторе. Суд приговорил. Каленова Абзала Ануарбековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения. Не предусмотрен пунктом 2, части 3, статьи 293 Уголовного кодекса. И назначить наказание в виде 3 года 6 месяцев лишения свободы. Бахтыбаева Ирика Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения. Предусмотренного пунктом 5.7, части 2, статьи 106 Уголовного кодекса. Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. Хохотинского Никиту Геннадьевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения. Предусмотренным пунктом 2, части 3, статьи 293. Назначить наказание в виде 3 года 5 месяцев лишения свободы. Отмечу, гособвинение просило для 7 подсудимых по 15 лет колонии. Только 2 фигурантам по 11 лет заключения. Но участники перестрелки получили от 3 до 6 лет. А троих и вовсе отпустили, заменив тюремный срок ограничением свободы. Напомню, инцидент произошел 2 года назад. Неизвестные в масках ворвались в зону отдыха средь бела дня и сразу же открыли огонь по клиентам и персоналу. Ранение получили сотрудники, владелец заведения. Полицейским почти сразу удалось установить часть нападавших и задержать их. Успокойся, мы с детьми. Вы что творите? У всех дети. Это босерки получается. Вот как пошел в босерки зажать. Убрали, убрали. Стоит отметить, что потерпевшие на протяжении всего процесса неоднократно заявляли о грубых нарушениях в расследовании. И до сих пор владельцы зоны отдыха не могут понять, почему перед судом предстали всего 9 нападавших. Хотя их было гораздо больше. Я вообще нахожусь в таком шоке. Потому что прокурор запрашивал 15 лет практически всем фигурантам. Половину из них сейчас вообще выпустили на свободу. У меня опять опасения за свою жизнь, за жизнь своей семьи возникает. Люди были с большим количеством оружия. И люди были с гранатой. То есть это люди, которые спокойно передвигаются с огромным количеством оружия. И пришедшие к нам люди эти... Я не знаю, они либо вообще... То, что они с гранатой были, это вообще во внимание не взялось. С приговором потерпевшая сторона категорически не согласна. И теперь намерены его обжаловать. Также владелица базы отдыха в ближайшее время планируют записать обращение в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. Для своих обидчиков бизнесмен требует более сурового наказания. Боржуам Сидов, Кайрат Зиабеков, КТК, Алматинская область.